Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы снова на пасеке по выходным. Сегодня у нас второй из двух выходных. 27 июня на дворе. Вот здесь у нас на пасеке уже зацвела первая липа. Она маленькая, растет на солнце. Это не показатель. Возможно, в лесу еще она не начала свистеть. Но, тем не менее, вчера мы делали медовики, объединяли. А сегодня уже решили сделать чистку, подготовить эти медовики уже к липе. Возможно, мы уедем. Приехать получится только через неделю, в лучшем случае. Если не будет погоды, тогда ульи будут без присмотра две недели. Поэтому необходимо было их подготовить к возможной липе. И поэтому сделали чистку. На многие семьи, которых после объединения видно было, что много крытого расхода, много пчелы, сильные ульи. Вот на эти семьи мы еще поставили просто дополнительно по пустому корпусу. Сделали такие трехкорпусные. Опять же, с запасом на то, что, возможно, будет принос хороший. Таким образом, у нас получилось в итоге 13 семей медовиков, которые у нас будут трудиться на медосборе. Вот так вот выглядит наша пасека после объединения семей. Посередине получилось такое пустое пространство, потому что ульи эти разошлись по сторонам, по объединялись. Здесь у нас осталось две матки на всякий случай запасные. Одна и вот там вторая. Это на тот случай, если где-то матка пропадет и нам необходимо будет быстренько ее найти, чтобы семьи не пропали, не ослабились, либо на них не напали в шершни. Кстати, о шершнях уже летают здоровенные крупные шершни. Вот мы обновили брагу нашу, медовушку для них. Мы их никогда не забываем, всегда их угощаем свежей медовухой. Поналивали в бутылки. Вот, в общем-то, и все. Мед получился после чистки очень классный. Как всегда, весенний мед у нас здесь очень интересный. Вот в итоге за сегодня получилось у нас три с половиной вот таких бетона. Это вот половинка. Вот такой вот он темный. Допустим, как бы вам показать, вот такой вот он. Прям видно на стенке, что вот он прям блин как, не знаю, как деготь какой-то. Вот такой вот красноватый даже какой-то. Вот такой. Ну прикольный, красивый. Вот у нас такого был еще темнее. Был коричневый, был желтоватый. Вот весенний именно любит. А этот тут именно такой, как красноватый что ли, блин. Ну вкусный. Опять вот вкус, как всегда, неповторимый получается у весеннего. Вот мне, честно говоря, весенний даже больше нравится, чем липовый. Потому что липовый он постоянно примерно одинаковый. Хотя у нас тут чисто липовый никогда не бывает. А вот весенний он всегда такой интересный. Вот такой вот. Такой вот красивый. Ух, и густой. Густой прям, блин, как солидол. Сегодня жара была, тем не менее качаешь, вот он льется и прям густючий, такой тяжелый, четкий, зрелый мед. Вот всю весну собирали, всякое разнотравие. Разнотравие. Ну теперь все это разнотравие вот собралось у нас вот в этих, в этих емкостях, которыми будем кушать, угощать кого-нибудь. Ну и часть может быть останется на продажу. Ну вот на этом пока все. Всем спасибо за внимание, друзья. Пора уже собираться в Освоясе, на работу, в будни. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Ладно, покажу все фляги полные. А то вдруг кто-нибудь скажет. Ну вот поставил две пустые. Одну полную показал. Нет, вот они все. Такие вот. Красивый медок. Ну все. Теперь уже точно до свидания. Всем хорошего медосбора. Всем удачи. И самое главное здоровья во время этой пандемии, чтобы никакой вирус у вас не подкосил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...